Глава 56 Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Подобно тому, как намереваясь освободить их от бедствий, он убеждает их в сохранении доброй жизни и правильного порядка, чтобы они могли освободиться от наказаний. Так и теперь, намереваясь вести их ко благу, он увещевает их не быть небрежными, не отрекаться от благ, и в великом изобилии благ не забывать об этом по-написанному. Утолстел, разжирел, расширился. Второзаконие 33.15 Бог говорит, готов благодетствовать вам. Итак, вы не делайте себя недостойными его даров. Хотя все происходит от его милосердия, однако он не желает, чтобы это милосердие было причиной вашей небрежности. И милость моя откроется, не говорит совершится, но чтобы показать, что милость его, которой вы скрываете множеством грехов ваших, как бы всегда наготове. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботы от осквернения, и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Человек бывает блаженным прежде всего ради своей добродетели. Только добродетель доставляет награду, а потому он оберегается осквернять субботы. По законам соблюдения, суббот было началом правильного порядка. Если ты желаешь знать, что такое суббота, то мы покажем законное определение относительно этого дня. Бог даровал таковые постановления относительно субботы не напрасно. Во время субботы иудеи не заботятся о телесном, не приготовляют пищи, не делают ничего, за исключением самого необходимого, чем должны пользоваться. Только это было позволено, остальное же возбранено и совершенно запрещено. Если бы они воздерживались от трудов, по все дни прилагая старания только к духовному, то человеческая природа ничем не отличалась бы от ангелов. Тогда не нужно было бы заниматься торговлей, обмениваться платой. Не нужно было бы вращаться ни в лавках, ни в палатках. Тогда не было бы никакой телесной заботы, и таким образом иудей оставался бы со связанными руками и в жалком положении. Были бы запрещены все заботы и всякие дела, и вместе с тем прекратились бы зло и грехи. Никто не пашет, никто не жнет, только обрезывает. Даже животного упавшего в рост не поднимают. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. В седьмой день повелевалось помнить о добродетелях, слушать божественный закон, заботиться о вечной жизни. Хотя они делали это побуждаемой необходимостью, однако законы связывали их руки так, что они не грешили ни добровольно, ни непроизвольно. Если бы они таким образом всегда воздерживались от зла, то они подражали бы жизни ангельской. И тогда не должно было бы отдавать отчета ни в крови пророков, ни в убийстве праведников, ни в том величайшем безумии, что они осмелились наложить руки даже на Христа Божия. Видишь ли, какие добродетели происходили от субботы. Бог, зная, что они никогда не отстанут от грехов, повелевал соблюдать субботу, что по крайней мере в седьмой день они воздерживались от грехов. Справедливо, говорит, блюдащиеся, сохраняющие, потому что рукам не так вредят терновник и острые колючки, как греховные уколы, которые уязвляют и ослабляют душу. Велика сила рук для излияния молитв и для щедрого дарения бедным. Он также, они уязвляют сатану, когда святые поднимаются к Богу. Если ты желаешь уразуметь силу рук, то посмотри на мужей и жен, целующих руки священника. Почему они не целуют голову или иной член? Потому что им, рукам, придана великая сила. Они служительницы неизреченных тайн. Ими каждый возрождается к новой жизни. Смотри на апостолов. Сколько и каковые дела они совершили своими причистыми руками. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. И теперь, какую помощь и какие блага даруют нам святые руки священников? Да не говорит иноплеменник. Смотри, эти слова подобны словам апостола. Когда язычники, не имея закона, делают по природе законно, они сами в себе закон. А также обрезание. Нет от него никакой пользы. Если же совершаешь закон, исполняешь, тогда от обрезания польза. Иначе твое обрезание есть необрезание. Хотя у тебя нет сродства с Авраамом, но по причине добродетели ты соединишься с ним более близким сродством, чем его дети. Не думай, что оно для тебя меньше, чем для иудеев, которые славятся своими праотцами Авраамом, Исааком и Яковом. И для них говорит Евну, что я сухое дерево. Многие наплеменники желали выйти с иудеями, чтобы они не тяготились суровыми законами или тем, что они лишались Отечества. Пророк отнимает причину. Он говорит, что необходимы духовные добродетели, а не только повиновение суровым законам. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне, и крепко держатся завета моего. Справедливо сказано, избирают, что я хочу. Тем дам я в доме моем и в стенах моих мест и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. Чтобы они не думали, что только жертвоприношение и телесное обрезание достаточно для спасения. Но чтобы они занимались духовными добродетелями, не заботясь особенно об одном телесном очищении. Хорошо сказано, кто содержит завет мой. Потому что это с великим прилежанием надлежало повиноваться законам, которые относились к душе. Прочими же законами, как пустыми, следовало пренебречь. Тем дам я в доме моем. Потому желательные дела, что они сохраняют нашу память бессмертную, не дозволяют ей быть преданную забвению. И имя вечное, это по природе, а то по изволению. Это по необходимости, а то по добродетели. Имя добродетели лучше, чем имя сынов и дочерей. Не только потому, что сохраняется память о нас, но и потому, что мы славимся добрыми делами и не подвергаемся наказаниям по причине ложного мнения. Если кто приобретет имя через дурные дела, то память о таковом погибнет вследствие забвения о злых делах. Иуда известен в вселенной, но на зло и на гибель ему самому. Славен также и Павел, но к добру и пользе вспоминающих. Не напрасно я сказал об этом, я вижу многих созидателей величественных дворцов, поставляющих себе прекрасные погребальные памятники, не ради чего иного, как только за тем, чтобы посредством сооружений оставить себе имя и память в этом мире после смерти. Но таковыми делами они приобретают себе бесполезное и ложное утешение. Какую пользу принесут умершему украшенные здания? Хотя бы многие говорили, этот дворец или эта гробница принадлежит такому-то. Однако в этом нет никакой пользы, а даже великий вред. Таковый человек подвергается обвинению, как скупой, неимущий, малодушный, хищник, грабивший сирот и вдов, чтобы соорудить себе гробницу или поставить памятник. А этот памятник стоит как бесполезное изображение, являясь обвинителем зла его самого, памятником о его преступлениях. Даже те, которые охотно пожалели бы умершего, теперь не пожалеются. Он сделал не что иное, как оставил для живых бессмертное обвинение, оставив памятник бесполезный для имени и славы. Позаботься человек, оставить себе имя и память в лице помнящих людей, которые бы иногда возвещали о твоих добродетелях, которые бы говорили, мы жили через тебя, через тебя мы освободились от бедствий, через тебя мы приняли утешение и избавились от несчастья. Вот это память, это имя. Когда пользуются благами люди помнящие и мудрые, а не камень, не известь, не земля, то есть люди, которые ради тебя воздают благодарность Богу. И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего. Видишь ли, ряд жертвоприношений, которые освещают жизнь не сами собой, но когда жизнь бывает свята по другим основаниям, тогда и они бывают святыми и приемлемыми. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы». Видишь ли, как давно можно было язычникам входить в дом Божий, как давно отверсты были врата. Итак, почему же ты, Иудея, обвиняешь теперь Христа, когда слышишь Исаию, говорящего тоже? Обрати внимание, что закон желает того же, но однако они не могли следовать тому, чего желал закон. Они думали, что жертвоприношений было достаточно для всего. «Ибо дом мой домом молитвы для всех народов прозовется». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит к собранным у Него «Я буду еще собирать других». «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть». «Все звери дубравные, придите, видите». Чтобы евреи не печались из-за общения с язычниками, думая, что они лучше. Бог напоминает о своих благодеяниях именно. «Я вас рассеял и соберу». Это означает слова «соберу сверх его всех зверей». Так как он говорил с язычниками, то он совершенно свободно открывает, почему он позволил им прийти в чужую землю, и почему тех иудеев отверг от своего лица по апостольскому выражению. Если природных ветвей не пощадил, то пощадит ли и тебя, дикую маслину? Я, говорит, сказал «Придите, ешьте все звери». И язычники, язычников он называет зверями ради их диких нравов, так как звери отличаются от людей такими нравами. Если человек не изменяет нравы в своей жизни, то он ничем не отличается от диких зверей. Мы иногда называем дикими зверями людей, неправых и злых. Думая, что недостаточно их называть только зверями, и для того, чтобы показать совершенно жестокое умственное настроение их, мы называем их дикими зверями. Кроме того, если мы думаем, что недостаточно даже этого, то мы называем их демонами, и демонами злыми и вредными. Того, что человек одарен телом, еще недостаточно для обнаружения меры его человечности. Но нужно, чтобы душа его открыла, что он действительно человек. Тело образовано для того, чтобы быть служителем и рабом души. Но когда ум принимает нравы зверей, то что польза от цитры, когда бывает болен сам цитрист? У новоходоносора было некогда тело человека, но пища, образ жизни и остальные нравы – звериные. И сколько есть подобных ему по нравам! О, если бы они, удалившись, спитались вместе со зверями травами, а не терзали тел людей, не пили их кровью и не расхищали имущество и достояние других, так как даже и у зверей нет такого нрава, чтобы один зверь терзал другого. Стих 9. Все звери полевые. Стражи их, слепые, все и невежды. Все они немые, псы немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. А прочие говорят, не могут лаять. Теперь он продолжает обречать злобу иудеев. Поведает о наказании и причине наказания, о том, что они безумны, что они ослепли, но не слепотой тела, а слепотой ума. А, говорит все, это поистине бедствие, что они все были немыми псами, неспособными лаять. Между зверями псы самые ручные. Греческие мудрецы им удивлялись и нравы этого кроткого животного брали за образец мудрости. Пес очень хорошо признает своих и отказывается от чужих. Он, претерпевая многие труды и голод, не оставляет своего господина. Но самое главное это то, что он может отличать домашних от чужих. Напротив, они, иудеи, так как не лаяли на чужих, потеряли хороший нрав подобных животных. Они не боролись против вредных демонов, не отступали от пороков, но предавались им как бы полусонные, тупые, оцепенелые, как бы принявшие дурман. Давали всем свободный путь для их беззаконий, только радуясь этому. Если бы они не могли делать должного, то, конечно, на них не распространилось бы обвинение. Но они могли и не желали. А так как они не желали, то они потеряли к тому способность. Не можете, не может вас мир ненавидеть. Не потому, что он не мог ненавидеть, но потому, что не желал. Отсюда ясно. Не мочь тоже, что не желать. Подобно тому, как мы часто говорим, этот раб не может быть хорошим. Каковыми словами, мы указываем на то, что он не желает. Если бы он не мог, то никто бы его не обвинял. Никто не обвиняет говорящего. Я не могу лететь на небо, потому что хотя бы он и желал этого, он не может. Которые любят спать. Мне кажется, это сказано уже в пророках, а также о тех, которые любят глубокий сон. Потом указывается и на иное зло. И это псы, жадные душой и не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть. Преданные чревоугодие, бессильные, ябедники, они показывали свое ничтожество и небрежность там, где следовало показывать доброту и мужество. Свою строптивость и бесстыдство там, где нужно было показывать кротость и мир. Смотри, они изобиловали добродетели, но обращали ее в неправду. Они не занимались ей даже и в благоприятное время. Я утверждаю, что кротость хороша, но в свое время. Хороша и свобода, но когда она нелицеприятна. Та и другая по своей природе не есть ни благо, ни зло. Есть, говорится, стыд, который вводит в грех. И есть стыд, слава и благодать. Сирахов 4.25 Есть обличение, но не вовремя. И есть молчание, которое меняется в мудрость. Сирахов 19.28 Умножавший словеса омерзеет. Сирахов 28.28 Видишь ли, что все бывает целесообразно или нецелесообразно по способу действия. Если бы это было таково по природе, то тогда нужно было бы обвинять и природу. Но они, иудеи, были таковыми не по природе, а по небрежности. Так как они вели себя нехорошо сами, то поэтому и молчали. Им, конечно, и нужно было молчать. Лукавые, не ведущие смысла. Видишь ли, какое безумие порождается злом и великим заблуждением, большее, нежели безумие глупцов, которые рождаются одаренными малым разумом. Я говорю о тех безумствах, которые более чем рождаются таковыми, презренны, жалки, несчастны и более достойны слез. Тех освобождает от обвинений несовершенная природа, а эти сами себя сделавшие безумными и глупыми. Куда убегут, чтобы избегнуть обвинения? Приходите, говорит. Я достану вина, и мы напьемся секерой, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше. То есть со своими удобствами, со своими страстями. Приходите. Откуда происходят страсти? Они происходят не от природы, но от желания. Желание праведных сказано всегда добро. Тритча 11.23. Желание благочестивых наслаждает душу. Тритча 13.20. И так ясно, что желание зла происходит не от природы, но от развращенной воли. Например, одно желание у людей здоровых, и другое у людей слабых. Корни последнего исходят из болезни, а корни первого – из здоровья. Точно так же и здесь. Посмотрим, чего желает праведник. Как олень желает на источнике. Вот так желает душа моя к тебе, Боже. Жажди душа моя к Богу крепкому, живому. Потом сердце мое, плоть моя, восторгается к Богу моему. Потом желает скончаться душа моя во дворах Господних. Посмотрим, чего желает злой. Он желает весь день похоть и злой. Тритча 21.26. В них всегда пребывает душа и ум его. О праведном же говорится. Многие пророки и праведники желали видеть, что вы видели, и не видели. Что желание добра – сообразность природы, а желание зла – несообразность природы. Ясно из слов Павла. Что хочу, того не делаю. Ибо имея желание разрешиться и быть со Христом, не зная, что избрать, но для вас лучше, чтобы пребывать во плоти, ибо это нужнее вам. Он считал легкими временные бедствия. Если бы он был против них вследствие их природы, то он не должен был бы называть их легкими. Не делай какого-либо возражения относительно больных. Я возьму пример от тебя самого. Я не говорю о Павле, но о вас, которые желаете зверских нравов. Что значит пользоваться добрым здоровьем? Заключается ли оно в самой природе, или же есть нечто вне природы? Некоторые думают, что оно заключается в самой природе. Будем ли мы презирать природу? Никак. Но постыдное совокупление с мальчиками, пренебрегающее законами природы, считаешь это естественными или нет? Ясно, что они противоестественны. Самое бесплодие есть уже знак неправильности совокупления. Потому все законодатели и прочие определяли за это смертную казнь. Итак, теперь, когда многим это кажется естественным, то если это поистине сообразно с природой или противно природе, а также женщины, презирающие законы через совокупление в незаконной любви, любящие чужого, а не своего мужа, не ясно ли, что поступают против природы? Желать жены своего ближнего разве не противно природе? Думать, что достаточно одной своей жены, вот это сообразно с природой. А желание богатства разве не противно природе? Конечно, хотя мы не желаем в этом уступить, подобно тому, как тем не кажутся противными в природе, даже зверинные совокупления. Не будешь ли ты казаться самому себе более целомудренным, когда воздерживаешься от пожеланий? Не кажется ли тебе желание богатств противным в природе, когда ты видишь, что жадно прилипляющиеся к богатствам никогда не отстают от пороков? Когда ты придешь к людям здоровым, то тогда уразумеешь, что как желание богатств, так и преданность скупости противной природе, подобно тому, как и мудрый Павел говорит, умерщвляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И Господь наш сказал в Евангелии, что узкие врата и тесный путь, ведущий в жизнь. Ясно, что несообразная с природой, а противная природе требует величайших трудов. Не иначе, как если бы кто-либо заставил кого ходить на руках. На ногах ходить легко и не требует никакого труда. Ходить же на голове совершенно невозможно. Равным образом я говорю, если бы добродетели были сообразны с природой, то они не требовали бы никакого усердия. Если же сообразна с природой не следовать добродетели, то тогда ничего более не остается и говорить. Но вот присутствует Христос, произносящий решение, а также Павел является законодателем. «Умерщляй, говорит, тело мое, и порабощаю, изменяя его из одного рабства в другое». Христос же сказал узкий и тесный путь. Но то, что естественно, не требует труда, так как сама природа может заботиться о своем. Потому Бог не наложил на нас всего трудного, чтобы не обременять нас излишними трудами. Иное совершается против природы, иное же сообразно с природой. То, что сообразно с природой, или кода такой степени, что мы не воспринимаем, даже каким образом это совершается. Христос говорил слабым и ленивым, что узкий и тесный путь, водящий в жизнь. Бывает такое время, когда здоровое состояние становится болезнью, когда болезнь кроется внутри тела. Не слыхал ли ты когда-нибудь, как народная толпа говорит, что привычка есть старая природа? Так как Христос видел большую часть людей погруженными в беззаконие, то Он сказал, что узкий и тесный путь, ведущий в жизнь. Когда же Он проповедует только о добродетели, то посмотрим, что Он говорит. «Иго мое благо, и бремя мое легкое, и найдете покой душам вашим». Каким же образом находится покой на тесном пути? Каким образом этот путь можно назвать и тесным, и дающим покой? Основание этого – то же самое, какое я привел выше. Когда он говорит к слабым, то он называет этот путь тесным и узким. Когда же говорит это к здоровым, он называет его приятным и легким. А Павел был здоров или слаб, когда говорил, боюсь, что у проповеды другим самому не остаться недостойным. А также, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не пасть. Если и ты разделяешь также такое мнение, то каким же образом ты говоришь, что легкая нынешняя печаль производит вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Если телесные скорби легкие, каким же образом они будут легче тех, которые вне человеческой природы? Не столько страсти душевной терзает наш ум, сколько мучения и узы, гонения, бесчестия и голод. Каким же образом происходит, что те легкие, а те тяжелые? Он увещевает нас к тому, чтобы мы были осторожны и не слишком самоуверенны. Когда он сказал, боюсь, чтобы проповедовать другим самому не оказаться недостойным, то он показал свободу. Если он боялся, то он не мог стоять таким образом. Но так как он был уверен, то и говорил такие слова, чтобы кто-либо не пренебрег его. А приводя иных к доброму плоду, он полагал, что сам обретает спасение. Нет никакой пользы, говорит он, проповедовать другим, если мы относимся к себе пренебрежительно. Когда он говорит, что за премножество откровений, дабы я не превозносился, то говорит по смирению, а не по гордости, потому что он мог славиться. Но опуская велик, чем он мог славиться, он напротив славится следующим. Ангел сатаны, дал мне, чтобы удручать меня, то есть соблазнитель, чтобы я не превозносился. Посему буду хвалиться в немощах, ибо когда я немощен, тогда я силен. Как же иному не возгордеться тем, чем он славится? Так как он говорил с теми, которые пренебрегали дела, полагаясь только на свою веру, то он сказал, и я не так бегу, как на неверное, но как на верное, не так, чтобы только бить воздух. То есть не напрасно, и не попусту. Почему же чаще бывает противное природе, чем сообразность природы? Потому что мы не прилагаем никакого старания. Подобно тому, как здравие сообразно с природой, но если мы относимся к нему небрежно, то впадаем в различные болезни. Таким же образом, хотя желание блага и коренится в природе, однако Бог пожелал, чтобы оно нуждалось в нашем изволении. То, что совершается сообразно с природой, совершается легко, но воле свойственно сопротивляться природе, потому мы не принуждаемся к какой-либо необходимости. Если бы добродетель была сообразна с природой, то Бог не убеждал бы нас к ней, но добродетель совершается не только природой, но и желанием самого человека. Врач приходит за тем, чтобы тело, вышедшее за пределы природы, возвратить к его природе, и кость, отпавшая от своей твердыни, вновь прикрепить. То, что сообразно с природой, может быть восстановлено искусством. Но если искусства отсутствуют, тогда и то, что было сообразным с природой, становится противным природе. Таким же образом, когда ты в своих нравах ходишь не по воле Божией, то ты вышел за пределы природы. Но так как добродетель сообразна с природой и совершается по желанию, то поэтому Христос и сказал, и как хотите, чтобы поступали с вам люди, так делайте, поступайте и вы. Тому, что сообразно с природой, человек научается не от другого, но от самого себя. Так как он опять говорит, и возлюбий ближнего твоего, как самого себя. Он на долгое время оставил людей без закона. Откуда же ясно скажет, что это сообразно с природой? Из того, что сказал Христос, и что было сказано до Него, и, наконец, из весьма многого иного. Например, мы называем сообразной с природой ту пищу, которая соответствует нашей природе. Ту же пищу, которая разрушает ее, мы называем противной природе. И опять, сообразна с природой то, что относится к миру и сохраняет его устойчивость. То же, что может разрушить мир противно природе. Добродетели мы называем естественными, так как они сохраняют нашу жизнь твердую. Грехи же мы называем противными природе, потому что они разрушают ее. Если угодно, приди, дай нам построить дом или город. Некоторые вам кажутся, что знание добра у варваров и у грехов было не одинаково. Мы знаем, говорят они, что должно и не должно делать, так как мы научены законами, законодателями, судами. А те, где научились, я скажу, что тому, чему ты научился из законов и законодателей, они научились от естественного закона. Представь два города. Один созданный грехами, а другой правдой, и посмотрим, который из них будет долговечен и крепок. Из этого можем открыть, что сообразно с природой, и что противно с природой. Если тебе угодно, то мы рассмотрим тоже и на людях. Пьяный поступает сообразно с природой или против природы. Те болезни, которые происходят от пьянства, обречают пьяного, что он поступает не сообразно с природой, но противно природе. Каждый, — сказал пророк, — своим путем последует. Велико несчастье, когда больнее следует своему желанию и не повинуется предписаниям врача. Смотри же на предрассудок. Богатый ходит за своим богатством, расточительный проводит время только в прелюбодеянии. Как на причину всех пороков мы укажем на пьянство, на которое многие смотрят совершенно, как на ничто. Оно прежде всего повреждает ум, потом приводит к скупости, так как тому, кто не имеет ничего, чтобы уплатить, нужно предавать о скупости. А узы скупости железны, подобно тому, как если ты свяжешь какой-либо член узами, то вместе с ним влачится и все тело, куда бы ни влачились узы. Недостаточно и этого. Пьяница теряет силу, становится скупым, грабителем, гневливым, ревнивцем, жестоким и безумным.